Мы сейчас на 21 занятии нашего курса по обучению программированию на языке Python. И давайте мы, как обычно, начнем наше занятие с того, что вы зададите вопросы, если они у вас появились по прошлому занятию, может быть. Напомню, что в прошлый раз мы занимались графикой простой, использовали черепашку, нарисовали всякие красивые картинки. Удалось ли вам самим дома что-то порисовать? Пробовали ли вы что-нибудь? Смотрели ли вы эту ссылочку про еще дополнительные возможности черепашки, которые она вообще умеет делать? Или графика прошла мимо? Все получилось? Попробовали? Порисовали дома сами? Хорошо, я надеюсь, что вам понравилось. Наверное, это такой простой инструмент теперь рисовать картинки. В принципе, вы можете их потом сохранять, распечатывать, использовать, может быть, в каких-то своих презентациях или еще как-то. Ну и давайте мы тогда будем переходить к нашей сегодняшней теме. Тема называется «Динамическое программирование». «Динамическое программирование». И соответственно, иногда его еще называют просто «Динамикой». Способ решения определенного класса задач такой. Мы сейчас с вами разберем, наверное, самую классическую задачу. Выглядит она следующим образом. Представьте, что у вас есть полосочка с клеточками. И в самой первой стоит кузнечик. Ну или какое-то любое другое животное. И он умеет прыгать вперед на одну, две или три клеточки. А всего у нас в полосочке n клеточек. И мы хотим узнать, сколькими различными способами он может добраться до последней клеточки. Как вы думаете, как нам это сделать? Как нам посчитать такое количество способов? Есть ли какие-нибудь идеи? Да, но как-то нам их нужно аккуратно перебрать, чтобы ничего не забыть. При этом нам хочется потратить на это не очень много времени. n делить на 1 – это… Ну, смотрите, Евгений, предположим, что n равно 10. У нас есть первый способ добраться. Это каждый раз прыгать на соседнюю клеточку. Это способ номер 1. Способ номер 2 – это прыгать через одну. Сейчас посмотрим, попадем ли мы. Способ номер 3 – заменить, например, вот этот кусочек на пошаговые прыжки и так далее. Ну, логично, что таких способов будет больше, чем n. Давайте поймем, почему. Давайте примерчик нарисуем, где у нас будет всего 5 клеточек. Давайте считать, что мы стоим вот здесь, на нуле. Значит, первый способ какой? Сюда, 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 сюда. Второй способ какой? Первым прыжком прыгнуть сразу на вторую клеточку, потом продолжить. Третий способ. Первым прыжком прыгнуть сразу на третью, потом продолжить. Четвертый способ. Четвертый способ – первым прыжком прыгнуть на третью, потом через одну, сюда. Пятый способ – первым прыжком прыгнуть на первую, на вторую, сюда, а потом через одну. Еще способов очень много, и их уже больше, чем 5. Ну, например, давайте я нарисую вот такой способ. Через одну, через одну у нас уже было. Давайте вот сначала сюда, потом сюда, потом сюда. И мы еще можем рисовать очень долго. При этом нужна либо какая-то последовательность, как перебрать это, какой-то определенный порядок. Так, иначе мы запутаемся и ничего не сможем посчитать. Еще какие-нибудь идеи? Есть? Смотрите, давайте я задам такой очень простой вопрос. Если мы рассматриваем какую-нибудь клеточку, то вопрос мой будет следующий. Из каких клеток мы могли в нее прийти? Если это клеточка с номером И. Из каких клеточек мы могли в нее попасть? Ну, это такой все правильно, пишет Артем, для конкретного примера. Артем, давайте как-нибудь оттолкнемся от того, что эта клетка имеет номер И. Мы не знаем, что она шестая. У нас тут массив продолжается, и тут массив продолжается, как какая-то клеточка. Хорошо, И минус 1, И минус 2, правильно совершенно, и И минус 3. Абсолютно верно. Мы могли прийти вот из этих клеточек. Получается, если мы знаем, сколько способов было попасть сюда, например, здесь было количество способов Q, здесь P, здесь, скажем, R, то что мы должны записать в И, в этой клеточке? Какое количество способов там будет? Еще раз говорю, мы как-то посчитали предыдущие клеточки, что там Q, P и R способов добраться. Что мы должны записать в клеточку с номером И? Какое значение? Смотрите, мы добрались каким-то способом до клетки Q, а потом у нас есть единственный вариант попасть сюда. Значит, если мы приходим отсюда, то мы сюда добавляем плюс Q способов. Если отсюда, то плюс P. А если отсюда, то мы сюда уже добрались к одним из R способов, а дальше к каким-то одним добираемся сюда, правда? То есть, на самом деле, мы должны сложить все эти варианты. Ну, давайте разберем на примере. У нас будет большой массив. Достаточно. Сколькими способами я могу попасть в самую первую клеточку? Одним, во вторую, двумя, либо перепрыгнув сюда, либо попав сразу сюда, правильно. А в следующую? На самом деле, уже тремя. Я могу сделать три маленьких прыжочка сюда, сюда, даже не тремя, а четырьмя. Смотрите, ведь правило тоже действует. Я могу прийти отсюда, отсюда, и на самом деле еще из нуля тоже прыгнуть могу, правда? Из этой клетки я могу в этой попасть, из этой могу в эту попасть. И из нуля могу попасть, правда? Значит, уже четыре способа. Согласны? Понятно, почему четыре, а не три. Артем, Женя, понятно? То есть нужно прийти… Мы можем из нуля сюда попасть, отсюда и отсюда, поэтому у нас появляется там не тройка, а четверка. Теперь смотрите дальше. Сколькими способами можно попасть сюда? Из каких клеток мы можем прийти в клетку с номером? Но это у нас первая, это вторая, это третья, это четвертая. Из каких клеток мы можем прийти в четвертую? Значит, чему будет равно значение в четвертой клетке? Чему будет равно значение в четвертой клетке? Нет, смотрите, оно будет равно не шести. Почему? Потому что мы должны сложить все три клеточки, из которых мы туда попадаем. После того, как мы попали сюда, мы можем сделать вот такой вот перелет, единственный, да, и всей прав. Здесь будет семерка. Если мы попали в первую клетку, то мы делаем такой шаг на три клетки, да, и попадаем в четвертую. То есть у нас один способ такой, что мы сначала попали сюда, а потом сюда. Теперь мы уже как-то попали вот в эту клеточку. Мы не знаем как, нас это не очень волнует. Но из нее попасть в четвертую, у нас есть единственный образ, единственным образом мы это можем сделать. Поэтому независимо от того, как мы попали сюда, мы делаем единственный возможный шаг. То есть нам важно только то, какими способами мы попадали сюда. Сюда мы уже знаем, что мы попали двумя способами. Теперь, если мы попали сюда, то мы можем сделать только вот так, чтобы попасть в клеточку с номером 4. Но при этом нам важно, сколькими способами мы умели добраться до этой клеточки. Дальше мы знаем, что у нас единственная альтернатива, поэтому мы прибавляем 4, то есть количество способов добраться до предыдущей клетки. Хорошо, если мы это осознали, то давайте поймем, сколько способов добраться до клетки с номером 5. Нет, Артем не прав. Нет, Евсей, считайте внимательней. Давайте для начала посмотрим, из каких клеток мы могли прийти сюда. Рисую. Отсюда. Самое дальнее. Отсюда. И отсюда. Ну, как же у вас получается 14? Смотрите, формула же написана. Если здесь было Q, P и E, еще раз давайте обсудим. Если мы добрались уже, мы знаем, что вот в эту клетку мы можем прийти из трех перед ней. Понятно почему. Потому что длиннее мы прыгать не умеем. Правда? Мы могли перед последним прыжком оказаться в одной из трех клеточек. Мы знаем, что до этой клеточки мы добрались двумя способами. До этой – четырьмя. А до этой – семью. После того, как мы попали в клетку с номером 2, у нас единственная альтернатива, куда пойти. Нам нужно пойти сюда. У нас единственный прыжок длиной 3. Значит, мы добавляем сюда те два способа, которые мы умели добираться сюда. Если мы попали сюда, то у нас выбора нет никакого. Мы можем пойти только сюда. Ну, смотрите, давайте я нарисую вот такой пример. У нас есть город А. У нас есть город А. Смотрите, сколькими способами мы можем добраться до сюда? Одним, правда? У нас только одна единственная дорога. Здесь тоже одним. А сколькими способами можем добраться сюда? Тоже одним. И сюда тоже одним. Потому что… И сюда тоже одним. Да? Сюда одним, сюда одним и сюда одним. Соответственно, в В мы можем сколькими способами добраться? Нам нужно сложить все предыдущие варианты, правда? Шестью. А теперь давайте кое-что изменим. Давайте мы добавим вторую дорожку. Вот такую оранжевую. И я буду писать оранжевым цветом. Что изменится? Сколькими способами мы можем попасть вот в эту точечку? Теперь. Нет, вот в эту. Меня интересует эта точка. Сколькими способами? Да, правильно, двумя. А сюда? Тоже двумя. Понимаете, почему? Потому что последний шаг у нас очевидный, значит, нас интересует только то, что было раньше. Сюда тоже логично, что двумя, и сюда двумя. Тогда как изменится ответ для В? Поскольку из каждой из этих точек мы попадаем в В единственным образом, то нам нужно сложить вот эти значения. 2 плюс 2 плюс 2 плюс 3 единички. То есть будет сколько? Будет 9. Теперь смотрите, а что будет, если я каким-нибудь контрастным цветом нарисую? Что будет, если я добавлю вот тут дорожку? Как изменится ответ? В какой точке какое значение поменяется? Да, будет 10, потому что сюда-то мы пришли одним способом, но уже дальше можем продолжить двумя. Так вот, возвращаемся обратно к нашим кузнечикам. У нас из предыдущего состояния в следующее ведет ровно одна дорожка. Мы точно знаем, какой шаг нам нужно совершить, чтобы попасть в нашу клеточку. То есть если мы оказались здесь, значит, мы знаем, каким путем прийти сюда. Ровно один. Выбора нет. Поэтому нам нужно складывать те значения, которые у нас были в наших предыдущих пунктах. То есть в пятой клетке будет ответ 13. Давайте теперь подумаем, что будет в шестой. Что будет в клеточке с номером 6? Правильно. Я надеюсь, что все осознали, почему. Вот эта штука, которую мы с вами разобрали, когда мы… Следующее значение нашей определенной функции от… То есть у нас будет функция f от 6, скажем, от i. Это сколькими способами попасть в клеточку i. Соответственно, f от i равно f от i-1 плюс f от i-2 плюс f от i-3 в нашей ситуации. Я думаю, что вы помните примерно такую же формулу у нас. Наша такая же формула у нас была, когда была рекурсия. Но здесь мы не будем использовать рекурсию. Здесь мы будем считать значения по очереди. Мы будем двигаться сначала вперед. Мы сначала посчитаем первые, потом, не вызывая еще раз ничего, второе, третье, четвертое и так далее. И для каждого следующего мы будем свои предыдущие значения уже знать. Поэтому можем за один проход по массиву посчитать… Ну, не совсем за один, чуть-чуть побольше… Посчитать, сколько нам нужно… Сколько способов у нас есть. Смотрите, вопрос такой. А если у нас наш кузнечик умеет делать 1, 2, 3 и так далее k ходов, то что нам нужно изменить в наших рассуждениях? Как они поменяются? Каким образом? Каким образом? Что изменится? Да, совершенно верно. И все и прав. Надо будет складывать не 3 числа, а k чисел, потому что в каждую точку мы можем попасть из предыдущих k. Не из предыдущих трех, а из предыдущих k. То есть нам совершенно не важно, сколько вариантов есть у нашей черепашки… о, у нашего кузнечика, простите. Кроме того, у вас может быть ситуация, когда, например, кузнечик умеет делать только четные прыжки, 2, 4, скажем, 6. Тогда вам нужно будет взять значение из трех клеточек, но при этом на удалении 2, 4 или 6. То есть вам нужно каждый раз понимать, из каких клеток мы могли попасть в нашу. То, что мы с вами обсудили, называется динамика назад. Почему назад? Потому что мы стоим в нашей клеточке и смотрим в прошлое, в то, что мы считали раньше. Давайте мы сейчас попробуем написать это на компьютере. Собственно, нам нужно знать два числа. Нам нужно знать число m – это длина нашей полосочки. и нам нужно знать число k. Это насколько мы умеем прыгать. Теперь мы создаем массив, в котором будем подсчитывать количество способов и заполняем его нулями. У нас будет он длины n плюс 1, чтобы в нем поместилось n клеточек. Ну, чтобы у нас последняя клеточка была с номером n, а не с номером n-1. Исходно мы с вами стоим в нулевой клеточке. И знаем, что в нее попасть есть один способ. Теперь нам нужно написать цикл. Мы будем перебирать все наши клеточки нашего массива cnt. Соответственно, с первой, про нулевую мы уже все знаем, до n плюс 1, соответственно, у нас и будет от 1 до n. А теперь у нас будет второй цикл. Собственно, во втором цикле мы будем перебирать те значения, которые может принимать шаг. Ну, поскольку у нас не бывает нулевого шага, а бывают шаги от 1 до k, то есть range должен быть до k плюс 1. Ну, мы проверяем, что у нас сейчас мы стоим не слишком близко к концу. То есть мы можем себе позволить сделать шаг назад на j. То мы делаем что? Мы к cnt итому прибавляем cnt от и минус –j. Ну, и в конце можем, например, вывести весь массив. Давайте попробуем так сделать. У нас будет 10 клеточек. Будем вперед прыгать на 3. Ну, вот, смотрите, те числа, которые как раз появились, которые у нас на доске. И вспоминая то, что мы с вами обсуждали вначале, я не помню, кто, кто-то предлагал вариант, что таких способов будет m. Так вот, вы можете убедиться, что если мы прыгаем на 1, 2 или 3, то для 10 клеточек в последнюю клеточку будет уже 274 способа добраться. Я вам покажу вот какой пример и спрошу вас, ничего вам эти числа не напоминают? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Нет никаких… Да, прекрасно. Собственно, смотрите, числа Фибоначчи – это та же динамика. Просто она у вас зависит от… Если в предыдущем нам важно было три предыдущих, то здесь нам нужно два предыдущих. Собственно, это и есть числа Фибоначчи. При этом, смотрите, мы с вами сколько сделаем проходов по массиву? Мы сделаем k умножить на n. При небольшом k – это порядка n. То есть, смотри, если у нас здесь будет 10, и здесь тоже 10, то, соответственно, вот такие варианты у нас получатся. Я думаю, что вы понимаете, откуда здесь возникли степени двойки. Хорошо. Теперь давайте с вами обсудим такую штуку, которая называется «динамика вперед». Я сейчас попробую, не стирая старой картинки, нарисовать новую. Ну, давайте я попробую вот тут рисовать. У нас те же условия, что здесь мы прыгаем на 1, 2 или 3. Но теперь мы будем рассуждать немножко по-другому с вами. Смотрите. В первую клетку мы можем попасть единственным способом. Но из первой клетки куда мы можем попасть? Даже не так. Давайте из нулевой. Мы в самом начале стоим. Из нулевой. Куда мы можем прийти? Мы можем прийти сюда, сюда или сюда. Поэтому логично прибавить к этим клеточкам значение того, что стоит здесь. Ну, хотя бы один способ мы знаем. Теперь продолжим дальше. Когда мы стоим вот в этой клеточке, в первой, куда мы можем пойти? Мы можем пойти во вторую, в третью и в четвертую. Логично прибавить по единичке. Ну, сюда мы пришли… Немножко не то нарисовала. Сюда мы пришли одним способом. Значит, вот в эти клетки надо добавить еще по плюс одному способу. Соответственно, здесь будет новое значение 2. Здесь будет новое значение 2. Мы прибавили единичку. Теперь, если мы стоим вот в этой клетке. Куда мы можем пойти из этой клетки? Из этой клетки мы можем пойти сюда, можем пойти сюда и можем пойти сюда. Надо прибавить во все эти клеточки по 2. Ну, пришли сюда двумя способами, значит, дальше нужно эту двоечку всем прибавить. Исходно у нас, понятно, везде нули. Ну, и будем действовать так дальше, пока не дойдем до конца. Понятно, почему это работает точно так же, как… В смысле, значения будут те же самые, что и в этом случае. Ребят, понятно, что это ничем не отличается, что значения вот здесь после того, как мы дойдем до конца, будут те же самые. Хорошо, тогда давайте мы сделаем следующим образом. Мы сейчас сделаем перерыв на 10 минут, за который я предлагаю вам подумать, как написать код для динамики вперед, как поменять тот код, который у нас уже есть. И после перерыва мы тогда с вами обсудим и напишем этот код вместе. Понятно, да? Тогда занятие продолжится в 18 часов в 46 минут. Пока перерыв. Думайте над кодом, который нужен для решения этой задачки. Ну что, ребята, давайте продолжим. Давайте я переключу вам показ кода. А вы пока расскажите, удалось ли кому-нибудь справиться с задачкой. И если да, то как нужно переписать код? Попробовал кто-нибудь? Или никто не пробовал? Или попробовал, но не получилось? Ну хорошо, давайте я сейчас покажу. Давайте мы это превратим в функцию. У нас будет динамика назад. У нее будут параметры n и k. Нужно не забыть написать где. И, соответственно, все вот это сдвинуть вправо. Давайте напишем теперь вместе динамику вперед. У нее будут те же параметры, но немножко поменяются циклы. Каким образом, я вам сейчас покажу. Мы перебираем значение от 0 до m. А здесь оставляем все то же самое. Теперь мы проверяем, что та клетка, на которой мы стоим, и плюс наш шаг, они не выходят за границы нашего массива, то есть они меньше n. Мы не пытаемся засунуть кузнечика куда-то далеко-далеко. Меньше либо равно, на самом деле. То тогда клетки с номером i плюс g нужно прибавить значение клетки с номером i. Собственно, вот все то же самое. Давайте мы здесь в основной программе считаем n и k. И вызовем сначала динамику назад. Как она у нас называется? А потом вызовем динамику вперед. И убедимся в том, что они выводят одно и то же. Ну, собственно, чего и следовало ожидать. Я надеюсь, что это понятно. Теперь давайте мы с вами обсудим следующую идею. Я немножко модифицирую задачу. Модифицирую я ее следующим образом. У нас по-прежнему есть массив. Ну, такое линейное поле, скажем так. И в каждой клеточке у нас растет трава. Где-то один кустик, где-то два кустика, где-то три кустика и так далее. Ну, то есть каждая клеточка имеет какое-то значение. Кузнечик собирается, опять же, дойти до последней клеточки. Но при этом он умеет прыгать на один, два или три. И он хочет съесть максимальное количество травы. Нам хочется узнать, с каким максимальным количеством съеденной травы он может оказаться в последней клеточке. Как нам это сделать? Как вы думаете? Давайте я нарисую какой-нибудь пример с числами побольше. С каким максимальным количеством травы он может оказаться в последней клеточке. Как нам это посчитать? Хорошо, давайте я задам очень простой вопрос, который, я надеюсь, поможет вам ответить на предыдущий. Может ли кузнечик съесть всю траву? Ну, значит, какой ответ нашей задачи? Да, хорошо. А теперь мы немножко модифицируем нашу ситуацию. и решим, что у нас отрицательное количество травы тоже бывает. То есть, например, как бы нам это формализовать? Ну, например, так, что на клеточке, например, сидит лягушка, которая требует какое-то количество травы у кузнечика за то, чтобы ему пройти эту клеточку. И вот теперь хочется понять, как нам… Давайте сделаем здесь минус 5. Как нам… Ну, смотрите, может оказаться такая ситуация, что нам некуда прыгать, кроме отрицательных. Вот у нас 3 подряд отрицательных числа. Мы не можем их перепрыгнуть никак. Давайте отталкиваться от той идеи, от которой мы отталкивались раньше, что мы знаем ответ для предыдущих и хотим посчитать ответ для следующего. Ну, смотрите, если мы прыгаем на клеточку с номером х, то х мы так или иначе прибавим, независимо от того, что было раньше. К нашей сумме, если мы попадаем на клеточку х, мы х прибавляем. Неважно, он положительный, отрицательный, какой он, какой он, не так существенно. Да? И нам теперь интересно, откуда же мы в х попадаем? Мы могли попасть отсюда, отсюда и отсюда. Из какой клетки нам лучше всего прийти в х? Но если здесь написаны значения P, опять Q и R, из какой клеточки нам лучше всего попасть? Ну, забудьте про этот массив. У нас какой-то новый массив, отдельный совершенно, мы про него ничего не знаем. Они никак между собой не связаны. Здесь начало массива, здесь его продолжение. Согласитесь, что нам нужно найти ту клетку из предыдущих, в которой что, какое условие выполняется, про которое мы что знаем. Но если здесь написано 12, уже значение P, Q и R – это значение уже того, сколько мы сможем съесть. Да, совершенно верно. Нам выгоднее всего прийти сюда из клетки R, потому что чем больше травы мы съели раньше, тем больше травы мы сможем съесть дальше. Потому что х мы прибавим к любому из этих чисел, нам выгодно прибавлять к самому большому. Понятно, да? Осознали, как это работает? То есть мы считаем… У нас есть массив результата, в которой мы по очереди записываем наше значение. Сначала сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. И для каждой следующей клетки мы смотрим, откуда нам выгоднее всего прийти в нашу текущую клетку. И, соответственно, выбираем и записываем результат. Давайте попробуем сейчас это написать. Скажите мне, пожалуйста, какую из функций мне нужно будет взять за основу? У нас не будет параметра k, у нас будет троечка просто. Мы с вами… Как сделать все то же самое с k, я думаю, вы догадаетесь сами. Если что, дальше разберем. Смотрите, давайте я напишу новую функцию. Давайте я напишу новую функцию. Она будет называться «DynamicBest», то есть лучший результат, который нам нужен будет параметр m. Во-первых, мы создадим массив результатов. Еще нам нужен будет массив травы. Исходно результат у нас… Значит, давайте заполним следующее. Давайте мы заполним сразу несколько первых клеточек. В первой клетке у нас нет никакой травы, значит, там будет стоять ноль. В первой клетке мы либо ту траву съедим, либо не съедим. Она у нас будет равна количеству травы в первой клеточке. Только не cnt, конечно, а res. Что мы можем сказать? Что попадет в переменную результат 2? 2, как вы думаете? Что я должна здесь написать? Не совсем. Смотрите, мы можем либо сразу прыгнуть в эту клеточку, тогда мы съедим ровно то, что в ней лежит. Либо что мы можем сделать? Мы можем сначала прыгнуть в первую, потом во вторую, правда? И нам нужно понять, что из этого больше. Мы пишем здесь максимум. Либо сразу прыгнули вот сюда. Например, когда в первой клеточке отрицательное количество, а во второй положительное. Либо если в них обоих положительное, то мы можем съесть обе, и тогда у нас это будет лучший результат. И, соответственно, мы можем заполнить. Дальше уже мы можем действовать с помощью цикла. Начиная с 3 и до n плюс 1, мы делаем следующее. Результат и равен максимуму из рез и минус 1 плюс та трава, которая у нас лежит в этой клеточке. Теперь мы смотрим, что мы могли получить, если пришли бы из минус второй клеточки. и минус третий клеточки. Смотрите, мы везде прибавляем грас и т. Можем мы как-то изменить эту строчку, чтобы она у нас сократилась? Да, можем, потому что мы сначала выбираем, какой у нас лучший вариант для предыдущей клетки, а потом к ней прибавляем ту траву, которая у нас есть. То есть мы можем не каждый раз прибавлять, а сначала выбрать максимальный для предыдущих, а потом добавить ту траву, которая у нас лежит здесь. Ну и возвращаем мы значение с номером m. Давайте мы сейчас вызовем… Ну, я запишу массив… Вообще, на самом деле, n нам не нужно, потому что у нас длина массива с травой определяет, собственно… Она определяет, сколько у нас будет значений. Я создам массив травы. Ну, давайте какой-нибудь такой. И вызову от него… У нас случился лист индекс out of range. Сейчас поймем, почему. Давайте по шагам отладим. И еще раз. Продолжение следует... 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 Итак, ИТ-значение – это мы берем… Перепишем на всякий случай третье значение. Это максимум из того, что у нас стоит в клеточке с номером 2. То, что стоит в предыдущей клетке. И то, что стоит в клетке с номером 1. И здесь начнем с 4. Что-то ему не нравится. Я никак не могу понять, что. Где-то мы выходим с вами за границу массива. Если вы мне поможете найти ошибку, я буду вам очень благодарна. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! А, понятно, почему. Вот, наконец, оно нашлось, потому что массив grass нумеруется с нуля. Вот теперь должно быть все совсем хорошо. Да, ура! Ошибка нашлась. Прошу прощения за столь долгий поиск. Не забывайте, что массивы нумеруются с нуля. Итак, мы умеем теперь находить лучший путь для нашего кузнечика. Можно еще сделать следующую вещь. Можно записывать ответ. Когда вы выбираете здесь максимум, можно не просто выбрать максимум, а можно узнать, откуда вы пришли. То есть взять не значение, а вот с помощью if узнать, какой же именно из этих трех элементов вам нужен. И тогда вы можете для каждой клетки записывать, из какой вы в нее пришли. Соответственно, в клетке с номером n, если вы создадите массив путь, в котором будете хранить путь, например, массив path, то в клетке с номером n вы будете хранить клетку, из которой вы пришли в n. Соответственно, в клетке с номером n и вы будете хранить клетку, из которой вы пришли в клетку с номером n. И пройдя таким образом по массиву с обратной стороны, вы сможете восстановить ответ, как же именно вы добрались до вашей финальной клеточки, каким же наилучшим способом можно было туда прийти. Ну что, давайте на этом мы завершим наше занятие сегодняшнее. Как обычно, я напоминаю вам, что можно пересмотреть теорию и посмотреть теоретический материал, который подготовлен для этого занятия, и сделать домашнее задание, которое прилагается к этому занятию. Спасибо за внимание. Всего доброго. Центр онлайн обучения Фоксфорд Курсы по всем предметам Подготовка на разных уровнях Лучшие преподаватели Интерактивный учебник Обучение онлайн Поступай в Фоксфорд Начни обучение бесплатно